125 лучших спортсменов из регионов Поволжья, Урала и Сибири традиционно встретились в Самариной чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. 27 команд представляют войсковые части, соединения, объединения и военные вузы. Их ждут состязания в трех дисциплинах – стрельба из пистолета Макарова, лыжная гонка и плавание. Соревнования проводятся в целях популяризации военно-прикладных видов спорта среди военнослужащих, а также для определения лучших военнослужащих Центрального военного округа, которые попадут в состав сборной команды, которая будет участвовать в чемпионате вооруженных сил. Первый день традиционно в тире. Во время стрельбы из табельного оружия офицерам необходимо не только показать свою физическую подготовку, но успокоить себя и настроиться. Продемонстрировать внимательность и собранность, выдержку и уверенность в себе, меткость и решительность. Лейтенант Никита Желудков приехал из Алтайского края. В офицерском троеборье участвует уже третий год. Больше всего любит плавание, но лучших результатов достигает в стрельбе. Мне это нравится. Я хочу этим заниматься. Спорт – это жизнь. Каждый участник делает от 10 до 30 зачетных выстрелов в зависимости от возрастной категории. Затем их ждут плавание и лыжи. Стрельба из пистолета Макарова по упражнениям ПМ1, ПМ2, ПМ3. Соответственно, по возрастным группам выступают офицеры старше 40 лет, офицеры от 30 до 40 лет и офицеры до 30 лет. Это три возрастные группы. Также они плывут и бегут. Упражнения, поскольку это троеборье, 100 метров, 200 метров и 300 метров плывут и бегут в лыжную гонку 5 километров. Старшая возрастная группа – третья и вторая. И первая возрастная группа бегут в лыжную гонку 10 километров. Офицерское троеборье относится к военно-прикладным видам спорта. По итогам соревнований участникам присуждают спортивные звания и разряды. Это еще один стимул к победе. Военнослужащий, участвующий в данных соревнованиях и выполнивший первый разряд кандидат в мастера спорта и мастера спорта, в последствии с присвоением данных спортивных званий и разрядов, претендует на дополнительные выплаты. То есть это дополнительный стимул военнослужащего пополнить материальное состояние. Победители чемпионата Центрального военного округа отправятся на учебно-тренировочные сборы и будут готовиться к чемпионату Вооруженных сил России, который пройдет в Костроме уже в марте. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.